Сегодня мы снимаем муд-видео на мою новую песню, которая называется «Дорогой запрещено». Удивительно, но я очень люблю танцевать, но у меня нет ни одного танцевального клипа. Поэтому, когда я записала эту песню, спела ее в студии, поняла, что она настолько чувственная, настолько сексуальная и, в принципе, танцевальная, что я хочу именно танцевальное муд-видео, танцевальную хореографию. Понятно, что целый видеоклип на одних танцах очень тяжело сделать прям очень интересным, поэтому мы решили, что это будет такое муд-видео, очень камерное, сделанное на стиле, на красивой постановке и на образах. Поэтому основная задача была найти классного хореографа. И, к огромному счастью, мы познакомились с Максом, нашим хореографом. Это просто любовь с первого взгляда, потому что, как только я зашла в зал и его увидела, и он увидел меня, я поняла, что это на сто процентов мой человек. И он сделал все, как я хотела. Я хотела, чтобы это было очень секси, я хотела, чтобы это было очень интимно, но не пошло. Я хотела, чтобы это было максимально танцевально, при этом так, чтобы мы не были такими мокрыми, уставшими, грязными и так далее. В общем, для меня это, наверное, одна из самых лучших хореографий, которые я когда-либо танцевала. И я очень довольна всей нашей командой, потому что вся наша команда, и девочки-танцоры, и стилисты-визажисты, и вся съемочная группа – это просто вот… Мы работаем в кайф, вот прям в кайф. И это реально кайф, потому что, правда, такое редко бывает, очень редко ты понимаешь, что ты не работаешь работу, а наслаждаешься процессом. В твоё лекарство, играй со мной на контрастах любви и непостоянства. Привет, меня зовут Максим, я хореограф. Мне девчонки из балета Ханны написали, что, мол, вот хотят меня пригласить, чтобы мы там посотрудничали. Нужно поставить постановочку на весь трек, которую мы снимем на муд-видео, и потом нужно будет адаптировать её под туровые все номера. Вот такая вот история. Самое главное – это в хореографии было синхронизировать движения со словами. Вот это очень было важно, чтобы не было обычной какой-то физкультуры, чтобы не было необдуманных движений, чтобы мы, грубо говоря, это сурдоперевод, но в танцевальной пластике. Ханна с этим справилась просто. Я должен это сказать. Я ей сказал раз 500, и ещё буду говорить дальше. И сейчас я скажу это на камеру, чтобы это можно было смотреть каждый день. Ханна просто шедевр, а не артист. На самом деле, я удивлён искренне, честно. Я думал то, что я попаду, приеду. У нас очень маленький был промежуток времени, 3 дня, чтобы всё сделать. Девчонки из балета классные. И вот мы встретились с Ханной. И, чтобы вы понимали, человек выучил минута 40 номера за час 40. Ну, то есть это капец. Для исполнителя это топчик. Это топ. Это топ. У нас, в принципе, всегда короткие сроки на любую подготовку. Нет такого, что мы понимаем, что вот у нас будет клип, через 3 месяца мы его будем снимать, и вот давайте все готовимся. Обычно это происходит максимально просто быстро. Мы нашли режиссёр и съёмочную команду буквально за 2, наверное, за 3 дня. Да, за 3 дня. И то же самое было с Максом. У него была задача поставить хореографию за буквально 3 дня. И, в общем, всё, в принципе, как всегда. В очень таком спешном, суетном режиме. Но, опять же, я повторюсь, когда ты работаешь в команде профессионалов, и когда ты сам хочешь крутого результата, и плюс, когда ты сам кайфуешь от того, что ты делаешь, конечно, результат получается классный. И, ну да, Макс – это прям любовь. Обалдеть! Меня зовут Маша Жемчужина, я режиссёр-постановщик. Сегодняшний весь концерт построен, и вокруг фразы «Трогать запрещено». И, по факту, это рассказ от лица камеры, которая снимает красивых очень женщин, и который не может с ним взаимодействовать. И, наверное, это визуализация одной из фраз из песни, которая звучит как «Только смотри». И, наверное, весь концепт построен именно на то, чтобы зритель очень хотел смотреть и ещё сильнее хотел прикоснуться. Локация выбрана, наверное… Не могу сказать, что это прямо какая-то специальная у меня подобранная, знаете, типа там… В рамках концепта просто я очень сильно люблю урбан, я очень сильно люблю киберпанк, и я очень люблю соединять мягкое, жёсткое, разные фактуры, разные сочетания света. И именно из-за этого я буду следить какую-то женственность вместе с такой жёсткостью, опять же, киберпанком и прочим, и, на мой взгляд, это всегда очень круто отрабатывает. Всё это же видно, на самом деле, очень сильно, как работает Коля на «Стедикаве», когда мы вместе с очень мягким и женственным танцем наблюдаем достаточно агрессивную и широкоугольную картинку с достаточно агрессивной подачей, агрессивным углом, именно для того, чтобы добавить этого контраста между не только, грубо говоря, фактурами, но и между, наверное, даже внутри самой картинки. Сегодня работает команда BSG Film, CEO и фаундером которой я являюсь. Я очень гордая этим проектом, потому что этот проект возник очень неожиданно, в буквальном смысле мне позвонил Пашу и разбудил меня ночью. И сказал, да, я хочу, чтобы вы сняли для нас, для Ханы, новую работу. И это было буквально неделю назад, и за неделю мы сделали полный препродакшн. Всё, что мы видим сегодня, сделано, наверное, за буквально пять-шесть дней. И я действительно горда тем, что моя команда работает на этом проекте. Меня зовут Сергей, я исполнительный продюсер BSG Film. Концепт родился совместно вместе с исполнительницей нашего режиссера Машей Жемчужиной. Они накидывали образы какие-то по стилю, а Маша придавала общую оболочку. У нас есть сейчас некие тенденции больших пространств. В целом динамический свет, который прямо в кадре, его видно. Астеры тоже все светят в кадре. В принципе, световой прибор сейчас никто не прячет. И для показа широты кадра используем поэтому ангары. Ну и вообще большие какие-то индастриал пространства. Вообще, это складское помещение. Новые складские помещения. Внуково два. Их тут много. И те, кто не заняты, и можно использовать. Соответственно, тут можно загонять и машины. Большое помещение. Да, у нас здесь головы световые приборы. Сверху мы сделали ферму, световую панель, да. Которая будет подсвечивать. Надымили. И получилась такая как бы завеса у нас во всего. В целом на площадке порядка 30-35 человек. У нас оператор стедикама. Такой кино-стедикам. Потому что многие такие стедикам. Там наши ронинг берут или еще что-нибудь, да. Соответственно, фокус-пуллер, механик. Ребята-световики. Команда человек семь. И плюс 15 человек команды у исполнительницы. У нее там и охранники, и пиар-менеджер. И стилист, и парикмахер все свои. Я Тая. Я линейный продюсер. Меня позвал на этот проект Сережа. Сергей, исполнительный продюсер. Они с Машей Жемчужиной, режиссером из Петербурга. Я в Москве живу постоянно и снимаю здесь. И задача была за несколько дней до съемки. То есть буквально за 4-5 дней. Собрать всю команду. Найти локацию. И все это организовать. За 3 дня мы нашли эту локацию очень классную. Мы постоянно были на связи. Я была их глазами и ушами здесь, в Москве. И, собственно, так и вышло. Ханна, великолепная девчонка. Вообще классная песня. Мне очень нравится. Я слушаю и стараюсь под это дело вообще снимать. Как-то покачиваться у нас такие не статичные. Ну, соответственно, стадикам. Мы постоянно наезжаем, отъезжаем. Стараемся делать какие-то завальчики. В общем, снимаем в тренде, как говорится. Очень круто как бы. Много движухих. Я прям на таком огромном позитиве. Потому что команда на самом деле очень классная. Я чувствую себя здесь очень комфортно. То есть я не чувствую вообще никакого дискомфорта. Девчонки красивые. Сегодня праздник с 8 марта. Всех поздравляю. Ну, в общем, круто. Просто смотри, 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 смотри. Как я танцую под пьяной лоно. Сегодня я была прям приятно удивлена. Потому что действительно вся команда очень как-то ответственно подошла к продумыванию каждой детали. То есть начиная от локации и сеттинга на этой локации. Заканчивая светом, образами девочек, танцовщиц. И впрочем, все как-то прям на уровне. И это прям очень сильно радует. И думаю, что это будет прям пушка. Потому что, ну, реально все ребята стараются. И просто хочу выразить огромный респект команде за то, что, ну, очень редко бывает такое, что ты попадаешь на съемку на площадку и ты попадаешь в какую-то вот семью. Сегодня у нас на площадке работает много замечательных людей. Много динамического света, много дыма, много красивых женщин. Сегодня 8 марта. И мне кажется, это лучший способ подпраздноваться на прекрасный женский праздник. О, трогать запрещено. Просто смотри, 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 как я танцую под пьяной луной. В бокале алкоголь. Им всем пора домой, а нам остаться, остаться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok